Продолжаем игру В прошлый раз в гильдии гладиаторов Мы Мы лучницы нанимали И они у нас умирали Короче, сегодня задача будет такая Не терять кучу лучниц Пытаясь пройти задание на арене Вот на этой арене нам нужно пройти А чё нельзя? А чё я ничего не могу выбрать? А я не знаю, ладно Короче, на этой арене нам нужно пройти бой Один на один, вот что нужно сделать Только я не знаю, чё мы не можем его выбрать Ну ладно, разберёмся Разберёмся по ходу дела А, это раз в неделю драться можно? Ага Окей, давайте проведём Сравнительный анализ нашей Гильдии гладиаторов Гильдии гладиаторов Сравнительный анализ гильдии гладиаторов У нас здесь Милка, лучница третьего уровня Красивая Эммм, и она стреляет из лука Да И у нас много лучниц И много рыцарей И 144 золота 144 золота Это мало золота Что я хочу сделать Я хочу, наверное, нанять орка И чтобы этот орк Бил Эмм Я хочу, чтобы этот орк Бил Врагов Да, правильно И этот орк будет Один на один нам бои Выигрывать Потому что там Стоит рыцарь И он наших лучниц Всех убивает На арене В общем, такие планы Ну Ещё Давай Ещё есть магазин предметов Я хотел посмотреть Предметы для гладиаторов Но у нас Нифига нет Денег У нас есть меч Вот, железный меч За 140 Повышает силу На 6 очков А может быть, его куплю За 140 Я имею ввиду Давайте купим меч И дам его кому-нибудь Милке Дать меч Можно Пускай она Стреляет сильно Она сейчас наша Самая сильная лучница У нас здесь ещё Вот Лорали Лоралей есть Но у неё скорость пониженная Хотя нет Знаете что У Лоралей вообще силы Побольше, чем у Милки Но скорости поменьше И энергии поменьше Чуть-чуть В общем, не знаю Как лучше сделать Ладно, посмотрим Давайте пока Время мотать мы будем Всё равно денег нет Я поставлю вот так И сейчас у нас будет Улучшение магазина Гладиаторов Но у меня нет денег Поэтому нет смысла Смотреть здесь Ребят на ютубе Мне подсказали в комментариях Что Типа не надо покупать Дорогих гладиаторов Потому что Дорогих гладиаторов Рандомно распределённые статы Соответственно Фигня получается Так Организован чемпионат Скоро будет Арена нам недоступна Блин Мне нужно 32 золота Заплатить гладиаторам Ну Окей Мы в долгах Минус 28 золота Сейчас будет чемпионат Отлично У нас чемпионат О Сейчас мы затащим чемпионат И заработаем все деньги Нормально Мы взяли кредит Небольшой кредит В миллион долларов От своего бати Сейчас надо будет просто Отработать этот кредит Пойти на чемпионат И выиграть его Что может быть проще Вложи все свои деньги Продай квартиру Продай матрас Запишись на Запишись на этот На Интернешнл И выиграй первое место И у тебя будет 18 миллионов Это же так легко Вообще никаких проблем Следующее сражение Или мне предметы Сейчас надо выдать До сражения Да Погода Ветер дует Против лучниц Окей Я дам Лорелей Все таки Меч Милка Прости Но у Лорелей Больше силы Она так сильно Будет дамажить 157 урона С выстрела Но она бегать Не может Поэтому нужно Аккуратно Следующее сражение Смотрим Так Бабушки Две бабушки И рыцарь Я имею ввиду Вот это мне нравится Я могу А я только Двух бойцов Могу поставить Нет Я могу Четырех бойцов Поставить Против бабушек А бабушки Типа опасные Бойцы Или что Бабушки Нас порвут Окей Так Но здесь У нас На фиолетовом Сражении Здесь Пиромант Сияная Какая-то Ушастая Эльфика Выстреливает Огненный болт Наносит 15 очков Урона Противникам В радиусе 1.68 И обжигает Их на 72 очков На протяжении 5 секунд Так Понятно Кастер Ну Фиг знает Боевой Маг Клара Блин Хюмель Да Хм У нее Хотя бы Райны Нет Но там Три Орка Еще Я могу Выстрелить Трех Бойцов Я чувствую Что мои лучники Выиграют Быстро Этого Кастера И как бы Масса урон Вроде не важен Я просто лучницы Распределю И они будут Они его убьют А потом расстреляют Орков Я думаю Что мы пойдем сюда У меня 2 лучницы Третьего уровня В теории Обычно В играх Лучники Контрят Магов Ну если это Что-то такое Если это Типа ММОшка Обычно Да лучники Магов Выигрывают Ну Правда Три орка Мне могут У меня рыцарей Нет нормальных А могут Трех лучниц Поставить И рассчитывать Что они Передамажат Эту толпу Бабушки Конечно Самое опасное Можно не рисковать И пойти На бабушек Сюда Я думаю Что здесь Мы выиграем Достаточно Легко Давайте попробуем трех лучниц Лучницы орков хорошо расстреливают Это орки непрокаченные Первого там уровня Все такое И мои лучницы делают Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу Нельзя бабушке святое Окей, чат говорит нельзя бабушке святое Тогда мы будем с орками драться Потому что бабушке святое Давайте лучницу сюда О, квадратная арена Прошлая была полукруглая Ну, кстати, для нас я чувствую это плюс То, что квадратная арена Лучницу сюда, лучницу сюда И лучницу сюда Не-не-не, не тебя, вот это второго уровня Анариэль Милка И кто там у нас? Лоралей И мы делаем Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу Мои лучницы всех расстреливают Я даже не буду фокусить, я думаю, у пироманта Пускай пиромант кастует, пофиг Главное, чтобы мои лучницы расстреляли быстро Какая дальность у пироманта, интересно Время каста 2 секунды Кулдаун 1.9 Стоимость 129 Диапазон 9 А у моих лучниц Диапазон бесконечный У моих лучниц очень хорошая дальность Что они не достреливают? Написано диапазон бесконечный Чат Почему вы говорите, что ближе ставить? Дострелят они Они же лучницы Лук Длинный лук бьет до Там, на расстоянии до 200 метров Короткий, там, на сотку Вы просто не лучники Мои лучники знают, что делать Лучницы знают, что делать Можешь поставить рыцаря Чтобы он их отвлекал Все могут сюда рыцаря поставить Он, типа, на себя удар примет Но он точно помрет Прямо вообще точно Кого нам не жалко? Ловкость снижена на 20% Опыт замедлен Вот это очень слабый Зерский The Giant Он очень слабый И он, типа, не перспективный Из-за своих статов Смотрите на его статы Сила 6, ловкость 6 Ну что это такое? Какой-то трэш Интеллект зато прокачанный Очень умный Мне кажется, что мои лучники Расстреляют их до того, как они придут Потому что урона дофигища у нас Я думаю, вот так лучше всего Окей, я верю в трех лучниц Погнали Сражение Давайте лучше О, нет О, да Небольшие проблемы были У лучницы в углу Там один орк до нее добежал Но так-то сработала тактика Отлично Хорошая победа Молодцы Так Варги Ну вот это уже что-то стрёмное И фиолетовый бой Здесь будет Варг третьего уровня Ангел-хранитель После смерти этого гладиатора Союзники восстанавливают 25% от всех очков здоровья О Варг И варг делает кусь Кусает врага, наносит 117 урона И уворачивается Уклоняется до так ближнего боя Или снарядов Чё-то мне это не нравится Тут 3 ворга Третий уровень ворга и 2 лучницы Блин, ну тут 4 бойцов Можно поставить Против второй пати можно поставить 5 бойцов Против первой 3 Это ворги 1 уровня Они кусают намного меньше 54 урона Проблема в том, что они доджат снаряды То есть Да И они все с накопленной яростью Когда гладиатор получает урон Его ловкость повышается Проблема, проблема Ну и что мы будем с этим делать? А у тебя что? Ангел Мститель После смерти гладиатора Враги теряют от 20% здоровья? Ну что, блин? Варк делает кусь Спасибо, Варк, тебе за донат 32 с сердечком Ты делай кусь куда-нибудь в другую сторону У нас все рыцари инвалиды Да Здесь лучница 4 уровня Офигеть У нее 19 силы Не, на сюда мы не пойдем Давайте самый легкий бой Можно выставить троих Я Надеюсь, что мои лучницы Их расстреляют Так же выставиться, может быть По углам Чтобы они всех троих моих лучниц Не заблокировали Не ставь лучников Нужен рыцарь Окей, чат говорит Нужен рыцарь Кого не жалко Вот этого не жалко Я уже говорил Ладно, рыцарь Давай будешь Героем Эф, рыцарь Зерски Ты был Хорошим солдатом Я Да Давай, чувак Все ради высшего блага Нет Они вообще забили на этого рыцаря Окей Ээээээээээээ Ладно Понял Ворги игнорируют рыцарей И просто бегут к твоим лучникам Хороший урок на будущее, а? Кусь Я говорил, не ставь лучниц А ты бы что поставил? Двух рыцарей первого уровня? Говорил он Да? Вау, гений И выиграл бы, да? Конечно Два рыцарей первого уровня Они бы Ух Они бы, ох, затащили бы Просто уничтожили бы этих воргов Эм Да Вынесли наших лучниц Ладно Давайте И кстати Если уж быть честными Это первый раз, чтобы я видел Чтобы так враги делали Другие враги так не делали Я имею ввиду Если ты в игру уже играл Конечно, ты знаешь Ам Раньше враги били моих этим Били Рыцарей Все так будут делать? Ну, блин Фигня какая Что тогда делать? Нужна лучница Со скоростью 30 Чтобы убегать Так они не убегают Когда я дрался Один на один Лучницами Лучница начинает Драться в миле И плохо убегать Ну, хотя Наверное Она пытается Убежать Но не может А мы можем отказаться От участия В турнире Дальше? Можно мне Никого не выставлять? Я могу Я могу Скипнуть Или мне надо? Рыцарь был далеко От варгов Он медленный Поэтому Враги полетели На лучницу Кнопка Сдаться Прямо за тобой А, точно Я на ней сижу Окей Мы Откроем Одну награду А мы, я думаю Получили меч 140 золота Тоже неплохо Ну Неудачный был турнир Мягко говоря Окей Давайте подумаем Над новой стратегией Я думаю Что нам Нужно Других бойцов Получше Не лучников Вот Орг есть Орг Берсерк Третьего уровня Демон Сол Зе Криплер Иди Иди В патьку Орг Хороший Большой Орг Орг Ломать 530 Здоровья Атакует Топором Бьет Кулаком Пинает И блокирует Оружие Оргу Наверное Нужно много Выносливости У него Обилок Дофига Так что Я этому Оргу Дам Топор Мы Потестим Этого Орга В бою Давайте Попробуем Квесты Попроходить Убийство Сплетника О, Баронесса Привет Ох, Таругар Мы Обнаружили Одного Из Сплетников Верховного Некроманта Скрывающегося В деревне Мне Нужно Чтобы Ты Позаботился О нем Распространитель Слухов Да Опасные Люди Которые Распространяют Еще Более Опасную Ложь Ложь О Рыжеволосой Нескорожденной Эльфийской Ведьме Которая Навлечет Погибель На всех Нас Ложь Говоришь Да Баронесса И ты Наверное Это Рыжеволосая Нескорожденная Эльфийская Ведьма Именно Несчастье Для мертвых Лисов Говорят Он Винит Меня В багровом Тумане И почти Во всем Плохом Что здесь Происходит Понятно Ладно Нам Нужны Деньги Деньги Не пахнут Поэтому Ну Хотя Ну Награда Хорошая Да Тут Дают Вон Кожаные Перчатки Наловкость Железный Меч Ам Нужно Драться Драться С двумя Деревенщинами Что Какая-то Ловушка Квест Выглядит Как Очередная Ловушка От Этой Баронессы Ладно Давайте Я ей доверюсь Попробуем Из-за Одного Орка Сейчас Потестим Так Я могу Выставить Одного Орк Орк Против Деревенщины Давай Орк Я в тебя Верю Что Ты сможешь Крестьянина Запинать Ох Ну Честно Говоря Орк Что-то Я ожидал Что Ты будешь Получше Нашего Орка Третьего Уровня Чуть Не убил Крестьянин Что Это За Фигня Какой-то Орк Не орк Ты че Орк Ты же Должен Быть Орк Орк Крушить Атакует Топором Заметка Невозможно Использовать Умение Если Враг Находится В непосредственной Близости Ага То есть Ты свою Атаку Не можешь Использовать Вблизи Ты как Лучница Только Орк А Близи Он Дерется Ударами Кулака Ну Офигеть Пинает Он Тоже Но тут Кулдаун Десять Секунд Даже Не знаю Что Ну Наверное Надо Ставить Типа Рыцарь Орк Это Как Это Как Боец Второго Ряда С Копьем Или Что То Такое Второрядник Да Ну Ладно Хорошо Ладно Давай мне Награду Давай мне Еще один Железный Меч Ну Я Выбрал Железный Меч А И здесь Надо Выбрать Еще Что Эти Кристаллы Делают Так Кристаллы Маны Фиг Знаю Давай мне Пока Золото Нам Нужно Золото 170 Золото Есть Ну Орк Себя Показал Фигово Ну Ладно Тогда Орку Надо Рыцаря Купить Да Вот За 160 Есть Рыцарь Здоровье 440 Сила 12 Ловкость 11 Давайте Рыцарь Добро Пожаловать На вечеринку Ты будешь Если что В паке С орком Ходить Вот Рыцарю Правда Надо Наверное Предмет На Не на силу А на что Другое Ну Ладно Посмотрите Что у нас Будет Дальше Магазин Предметов Проролился Ну Деньги Я уж Потратил Рыцаря Нога Сломана Ну Кому Слегку Сломана И Сломана Сломалась Нога Событие Сгоревшая Мельница Опять Ты Группа Недовольных Крестьян Вандалов Сожгла Ветреную Мельницу Мне нужно Чтобы вы Привлекли К ответственности Хороший Вопрос Почему Вы Нанимаете Нас Для работы Стражи Я Начала Глотиаторские Игры В мертвых Лесах И для того Чтобы Позволить Крестьянам Наслаждаться Дикими Развлечениями Хм Но Ну Уже Мы Просто Более Дешевый Вариант Признаю Да Сверхурочная Работа Для хороших Стражей Стоит Дорого А мой Бюджет Ограничен Знаешь Чего Ты Блин Такая Умная Ну Блин Она много Денег Прячет Платит За Вынос Крестьян А у меня Тут Деньги Не пахнут Но Мы Наверное С крестьянами Поругаемся Да У нас Живот Репутация У народа Есть За Кристаллы Ты можешь Воскрешать Бойцов Моментально Если нет То Жди У меня Хардкор Ты можешь Продать Их В банке В правом Нижнем Углу Банк Кристаллы Маны Продать Йоу Каждый Кристалл Это Сорок Золота Продать Все Мы Богатые 492 Офигеть Я не знал Что это Можно продавать Так Все Ресурсы Можно Продавать Я могу Продать Все И купить Себе Гладиаторов Йоу Джинниус Чат Такой Большой Мозг Спасибо вам Алексей К95 Спасибо тебе большое Не стоит Все Продавать Да Ну Мы Можем Купить Нормальных Гладиаторов Окей И у нас Теперь Есть Деньги Мне Может Не надо На эту Баронессу Теперь Работать Потому Что Она Какая Стремная Ну Между Она Меч Дает Ладно Деньги Не пахнут Погнали Так Я могу Выстроить Троих Их Четверо Ну Давайте Попробуем Рыцарь Орк И Лучница Правильно Рыцарь Орк Лучница Лучника Как-нибудь Сзади Рыцарь Танкует А Орк Сзади Будет Бить Своей Этой Чопой Чопа Рубить И я Лучнице Дам Меч На силу Держи 410 410 урона От Атак Ближнего Боя Снарядов От Атак С радиусом Действия Щит Разрушается Получив 410 урона Ну Его Надо Бить Последним Надо Поставить Приоритеты Тогда То есть Сначала Всех Остальных Выносим А потом А потом Крестьянина Блин Как же Приоритеты Неудобно Так 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 И лучница Так 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 Окей Вот так Приоритеты Распределить И тогда Чуть повыше Моих ребят Переместить Чтобы Ну вот Как-то так То есть Я планирую Чтобы рыцарь Танковал Орк За его спиной Бил чопой И А лучница Будет стрелять Все Погнали Сражение Вперед Орк Тут Идиот И всех Убьют Сейчас Оу Хорошая работа Вы видели Этот чувак Со щитом Пытался Пройти до Моей До моей Лучницы Ну кстати Все выжили Но просто Повезло Что враги Тупили Мы чуть Не этот Не сдохли Я знала Что гладиаторы Пригодятся Да уж Не говори Давай мне Золото Окей У нас 600 золота Мы можем купить Хороших гладиаторов Так Улучшение Магазина Предметов Впереди И знаете что И можно купить Наверное И предметов Тоже Давайте я сейчас Подожду До улучшения Магазина Предметов И мы Посмотрим Что мы можем Купить 742 А Скидка На предметы Скоро Даже не так Окей Здесь А и арена У нас есть Окей Арена Здесь бой Один на один Но я даже Не знаю Куда ставить На арене Подождите Подождите Ребят Сейчас Магазин Гладиаторов Надо Надо еще Строить Здание Нужно 20 металла И 30 Камня Что я могу Построить Я ничего Не могу Я не могу Ничего Построить Ребят Какие здания Строить Нет денег Позволяет Нанять Специальных Гладиаторов При проявлении Этого Задания В событиях Зал Украшения Нужно 95 Дерево И 15 Камня Кстати У меня Это Есть Стоп Я могу Построить Это Зал Украшения Йоу Я могу Строить Ворков Так Стоп О Мы можем Нанимать Песелей Орг Делает Кусь Ну что Армию Песелей Песели Я не знаю Они наверное Против каких Нужниц Хороши Но Я думаю Что я хочу Купить нам Пару Песелей В запас Если увидим Лучниц Мы выставим Псов И они их Сожрут Давай мне Давай мне Ворков Двух А это Что за Лучница Чё Она Красная Старый Вампир Нанося Врагу Урон Гладиатор Восстановит 5% Здоровья Это было бы Хорошо Не для Лучницы Я думаю Окей Давайте Магазин Предметов Ледяные Клинки Повышает Урон Атаки Ближнего Боя Против Замороженных Целей Нет Не то Что нужно Обычный Щит Повышает Здоровье На 120 Силу На 2 Во Вот это Для рыцаря Неплохо Кепка 240 Здоровья Классно Интеллект Всё Я думаю Что я хочу Вот эту Кепку Купить Кожаная Шапка 240 Здоровья Покупаем И Её Я дам Нашему Танку Наверное Ну Посмотрим У меня Ещё Есть Меч И Кепка Можно Кого-то Вооружить На Танку Можно Меч Кепку Дать Он Будет Вообще Крутым Или Орку Ещё Второй Меч У него Наверное Атака От силы Да Почти Полностью От силы А Сто Удар Кулаком У Орка От Ловкости Понятно Что он Так фигово Бьёт Бинок У него Только От Ловкости И Блок У него От Ловкости А Точно Можно Меч Кепку И Один На Один Пойти Окей Рыцарь Держи Тебе Кепку Держи Тебе Меч Держи Тебе Зелье Теперь У меня Готов К бою И мы Идём На Один На Один Против Бабушки Внимание Дамы Леди Джентльмены Добро Пожаловать На На Арену Сегодня Для вас Особое Зрелище Небывалое Бабушка Ленота Против Рыцаря Кёртиса Дамы Леди Джентльмены Дамы Леди Это Разные Вещи Привет Супер Автопед Сегодня Будут Я думаю Нет Я Не Планировал Сегодня Давайте В бой Кёртис Я В тебя Верю Он Повернулся К ней Спиной Кёртис Ну ты Козёл Взял Бабушку Убил Ужасный Просто Кошмар Как тебя Земля Хоть Носит Короче Кёртис Козёл Но он Выиграл Нам Бой На Арене И Осталось Один Против Нескольких Ещё Вот это Пройти И Арена Типа Закроет Будет У нас Сделанная Убил 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 Дикие упыри В лесу Опять Она Стая диких упырей Бродит по лесу Недалеко от деревни Я бы хотела Чтобы вы избавились От них Прежде чем Всю Вину Свалят На меня Тут ты Прям Так Паришься По этому поводу А шо такое Дикие упыри Дикая нежить Это те Кто восстал Самостоятельно И подобны Диким зверям Они начали Появляться Около 10 лет Назад Вместе С Бахровыми Туманами Шо Обычная нежить Лучше? Обычные Некроманты Пронимают Нежить И привязывают Ее к кристаллам Маны Кто-то Кто владеет Кристаллом Может управлять Нежитью Шо Что они делают В такой куче Нежити? Они продают Большинство Из них В армию Андариона Чтобы помочь Обеспечить безопасные границы Вот почему Церкви разрешено Воскрешать мертвых Без каких-то ограничений Ого А что за граница? Ты действительно Не из этих мест, да? Мертвые лица Леса граничат С королевством Тирил И отношениями Между нашим королевством Андарион Тирил Ну окей Знаете что? Да Мне не интересно Я передумал Давайте Давайте В бой на упырей Два упыря Второго уровня Один из них Молодой вампир Что они делают? Они просто атакуют И все Они ничего не делают Просто бьют Ну давайте No problem И мы можем Двоих выставить Ну что Классическая комбо Давайте Поставим Орка рыцаря И я посмотрю Как мне так Орка Поставить Чтобы он Как дурак Не бежал Вперед Орк Быстрее Чем рыцарь У него скорость 15 У рыцаря 7 А ну да Поэтому орк Его легко Обгоняет Соответственно Орка Надо вот так Подальше Поставить И он Как раз Подбежит И будет норм И будет он Их Фигачить Все Погнали Орк Я в тебя верю Вперед Топором Бей Не подходи К ним близко Он подходит Окей Он О О Орк С рыцарем Отличная комбо Отличная работа Нет ничего хуже Чем прибираться За другими Спасибо Так Щит Или меч Еще один Давайте мне Теперь щит И я наверное Возьму нам Нам нужно было Железо 25 на что-то Да Возьму Я нам еще Железо Так Что-то я хотел Строить Да Нет 20 железа Нужно было Ошибся 20 железа Нужно Так И Магазин Гладиаторов Обновился Пятый Уровень Орка Орк Че поломать Накопленная Ярость Когда гладиатор Получает урон Сила повышается На 10% Это очень Сильно Я думаю Вот есть Еще один Варк Ворк Простите Так Здесь у меня Закрыто Пока Скидка На предметы Скоро будет Но У меня У меня есть 200 Так Что у вас По скидке Есть хорошего Такого Магический Посох Фигня Фигня Магов У меня нет Это все На интеллект Вот Курточка Есть Ловкость На 2 И выносливость На 90 По скидке Надо брать Я думаю Да Я думаю Что вот эти 2 курточки Я возьму По скидке 88 97 Выносливость Это хорошо А Давай мне Такую куртку И такую куртку Все Теперь у меня Запас курток Щит есть Можно Песиком Куртки одеть Да Ну Сейчас посмотрим Кто у нас В бой пойдет О Верховный Некромант Говорит На одной из ферм Был обнаружен Мальчик Обладающий Огромными Способностями К мани Но его Безмозглая Семья Не отдает Его на обучение Они хотят Чтобы он был Фермером Как все остальные Из жалкого рода Но этот Некромант Очень симпатичный Я ему верю Что он хочет Только Хорошего Для их сына Он что Не хочет быть Некромантом Он сможет выбрать Любое темное искусство Которое ему понравится Он настоящий Вундеркин Да ну действительно ли Он этого хочет Нужно уважать Желание Ученика Ты не можешь Просто говорить О чувак Отлично Я вижу Мальчик Такой из рогатки Хорошо стреляет Блин Прикольно У тебя Хорошие шансы Стать киллером Когда вырастешь Давай мы тебя В киллеры Запишем Нет Он 10 лет Его 10 Что он знает О том Чего хочет Так вы думаете Какое будущее Для него Лучшее Для королевства Еще один Жалкий крестьянин Или гениальный Заклинатель Я имею ввиду Что значит Жалкий крестьянин Чувак Жалкий крестьянин Я вот это вот Не Не одобряю Вот это вот Отношение К рабочему Классу К фермерскому То что Жалкий крестьянин Тебе между прочим Жрать нечего будет Если Те жалкие крестьяне Перестанут Фармить Еду на полях Ты что думаешь У тебя На твоем Старелке А ты Конкретно Может ничего уже не жрешь Потому что ты чертов Некроман Может ты трупы жрешь Но чтобы были трупы Трупы должны перед этим Что-то поесть И вырасти Если трупы не вырастут Они не будут Трупами Понимаешь Чем я говорю Поэтому нет Не одобряю Вот это отношение Может он будет Счастливее В роли Жалкого крестьянина Мы родились Чтобы платить Подальти Сейчас бунт устроим Не пойду я Мальчика Освобождать не буду Я ругаться С крестьянами У нас Репутацию Репутация Вон Понизится С крестьянами Потеряем Репутацию Не хочу И награда У тебя фиговая Где нормальная награда Что это такое Щиты какие-то Все Кыш С глаз долой Вива Ля революцион Окей У нас правда Деньги Теперь не хватает На зарплату Гладиаторам Но сейчас Будет чемпионат А как мы знаем На чемпионатах Мы обычно Отлично себя показываем Просто пушка Чемпионат Шанс заработать Давайте Погнали Мы точно Все не умрем Ребят Держитесь А с другой стороны Если все умрут Зарплату платить Не надо Вау Фиолетовая Четыре лучницы Ну Мы взяли Воргов Ворги Тогда Моих лучниц Победили Но моих лучниц Было не четыре И у меня Воргов Всего два И мои ворги Первого уровня Но тогда Было четыре Ворга Первого уровня И они моих лучниц Вообще Уничтожили Просто в хлам Если мои Добегут Они должны Победить У нас всего Два Песика Нужно Тоже Штуки Четыре Песили Набрать Я их могу Одеть В куртке Но я не уверен Что им Это поможет Третий уровень Двадцать Силы У моих Воргов Здоровье Это по Сто Семьдесят Они Доджат Одну Атаку Ну не Доджат Блокируют Урон Фиг знает Я думаю Вот бабушек Мы точно Победим Четыре лучницы По моему Это не риск По моему Мы просто Умрем На них Я имею Да я могу Поставить Двух Воргов Рыцаря И орка И типа Попробовать На них Добежать Очень быстро До них Но у рыцаря У меня Супер Медленный Короче Походу Бабушек Мы ведем Хавать Награда Здесь Лучше Да Ненамного Наверное Да Окей Бабушки Простите Ничего Ничего личного Это бизнес Рыцаря Мы хотим Вот так Наверное Встать Чтобы рыцарь Всегда Танчил Орку Так Так И лучницу Сюда Поставить И все Ворги Пока у нас Участвовать В сражении Не буду Окей Была лучница И нет Лучности Понял Понял У меня Где-то Была лучница Потом бабки Мне кинули нож Бабки опасные С ними Шутки Не шути Ф Лучница Кстати Да Варлок У тебя огромный опыт В FTL Нажимать кнопки Как так Ты сдаться Не прожимаешь Если можешь Спасти бойца Это трусость Читерская тактика Мы такой Не будем использовать Короче Бабка Тоже Своего рода Лучница Ладно Пофиг Орк прокачался Орка Прокачаться Бить Чо Порубить Так Что Качать Орку Вот вопрос Ну Атака У него 40 Выносливости Хавает Интеллект Орка Умный Орка Писать Картина Рисовать Голова Врага Отрубленный Чопа Искусство Называть Красить Все Красный Картина Двигаться Быстрей Ваг Ловкость Мы Вообще-то Ловкость У него Атака Кулаком От ловкости Идет Эмм Интеллект Уменьшает Кулдаун На топоре Действительно Уменьшает Это Кстати Абсолютно Неплохо Окей Сейчас мы Сделаем Умного Орка У меня Есть План Доверьтесь Мне Я могу Прокачать Выносливость И интеллект Он будет Бить Часто На топоре 1.35 Кулдаун За каждое Очко Интеллект Снимается 0.1 Секунды С кулдауна Если у него Будет Достаточно Энергии Он Будет Очень Часто Бить Это Типа И мы Ему Даем На Выносливость Рубашку Да Рубашку На Выносливость Ему Вот так 410 Выносливость Он Будет Спамить Топор С Маленьким Кулдауном Окей Рыцарь Чувак Даже не знаю Что с тобой Делать Так У тебя Здоровье Сила Ну у рыцаря Основная Атака От ловкости Кстати И защита У него А защита У него От силы Как ни странно То есть ему В теории Ловкость Сила Потому что Сила У него Можно ему Скорости Качнуть Ну пускай Будет Медленный Да Я думаю Поровну Силу С ловкостью Рыцарю Как то Вот так Ну и может ХП Сила Ловкость ХП А выносливости У него Мало Окей Выносливости Чуть Чуть Добавить Все Пойдет Давайте Следующее Сражение Опять Тут Толпа Лучниц Блин Вот есть Зеленая Два Рыцаря Пиромант Здесь Вот опять Четыре Лучницы Попробуем До них Добежать Рыцарь Орг Два Варга Варга В скорость 26 Они Такие Быстрые Этот Кстати Варг Классный Он опыт На 20% Быстрее Получает Не хотелось Оба Варга Классные Они Первого Уровня Но У них Обилки Очень Хорошие Попробовать Бежать На двух Лучниц А Типа Пока Орг С рыцарем Отвлекут Рыцарей Догнать Двух Лучниц А Но мне Кажется Что Лучницы Да Вынесут Наших Чуваков Быстрее Чем Мы Успеем До них Добежать Так Много Урона У Варгов Так Мало Здоровья Пошли На Пираманта Попробуем Пираманта Завалить Рыцарями Идем На легкий Бой Я Попробую Натравить Варгов На Пираманта Посмотрим Как Это Сработает Я Поставлю Орг Чо Порубите Рыцарь Как Всегда В комплекте Впереди А Варгов Так Варгам Во-первых Так Варг На тебе Щит Тебе Варг На Вот Это Шапку Я Варгов Вот так По краям Поставлю Так Так И Варгам Я дам Приоритет На Пираманта 10 И План Такой Пока Рыцари Отвлекутся Мои Варги Пойдут И Сожрут Пираманта А? М? Ох А Кавалерийская Атака Все Нормально А И Да Тут Рыцари С Разным ХП Надо Нашим Рыцарю И Орку Дать Приоритет На Этого Чувака Окей Погнали Что Ты Мой Варг Пошел В лес Мой Один Варг Побежал Вниз Куда-то Просто Решил Уйти Отсюда Явно Недоволен Происходящим Может там Какая-то Да самка Варга Где-то Прячется В кустах Там В дупле Сидит Варжечка И он Такой Пойду-ка Чек Бабушки Бабушки Рейд Рейд Так Так И У них У них Ножи Ножи Сбивают С ног варг что ты делаешь варг понятно ну бы кстати легко бы выиграли но парк пошел в стену говорил варга ближе чат вы такие специалисты вы знаете когда варги будут боговаться так все я чат не читаю короче потому что чат предвидит баки в игре все знает где ставить в аргустом чат выставляет двух рыцарь против четырех лучников выигрывает все знает понятно все с вами ясно убили варга убили баг бывает ранний доступ игра вышла два дня назад в ранний доступ короче следующий страну парк умер но он сам виноват зачем он бежал в стену следующее сражение и надо было посмотреть что там только троих можно поставить четыре лучника одну здесь можно вот четыре лучницы я бы сейчас на них пошел но теперь у меня нет варгов так здесь крестьянин третьего уровня пиромант две лучницы здесь есть вот три бабки пиромант четвертого уровня я могу здесь пятерых выставить как раз всех что-то мне не нравится ситуация думаю что с потерей варга надо отсюда просто валить у нас всех расстреляют как бабки кстати не шутка оказалась и сильная на себе здесь был например полегче бои можно было выстрелить только троих я бы сейчас троих выставил не знаю пиромант страшный наверное он поджигает на 80 урона сожжет мне варга моего не короче я думаю что этот момент когда можно смело сдаться мы сколько-то заработали нет смысла жадничать нормально денег мы заработали как бы погибло несколько бойцов но кому что слегка щит выбили ожерелье на интеллект вот это нужно орку это будет самый умный орк смотрите идем в гильдию сделаем улучшение на дом орков день хижина берсерка улучшаем а нужно 90 дерева кем идем в банк покупаем 20 дерева идем гильдию улучшаем хижину берсерка у орки 2 уровня орков больше слотов под предметы теперь орк откройся мы даем орку ожерелье интеллекта который повышает интеллект на 8 о какой умный орк бум 15 интеллекта столько же сколько силы орк интеллектуал он все знает он код да винчи разгадал 075 кулдаун на топоре он будет так быстро бить и можно наверное мужчина это или 400 создайте магазин предметов глянем чему еще купить этому орку имею ввиду вот есть еще интеллект и выносливость 8 интеллекта 60 выносливости и боюсь что он станет слишком умным и найдет себе другую работу я имею ввиду это будет смешно окей мы делаем это самый умный орк на диком западе полсекунды кулдаун похоже полсекунды минимальный кулдаун поэтому зря это сделал да это можно снять с него да короче похоже что 05 минимальный окей тогда это ему не надо одевать этому лучше дадим рыцарю нет воргу чтобы был умный ворк а если воргу одеть него уклонение быстрее на кулдаун начинает идти я думаю интеллект имеет смысл ладно будет самый умный орк 05 кулдаун и один против нескольких это что за бой у нас две лучницы и жрица а я могу прямо орка им в лицо поставить да а жрица что восстанавливает 75 очков здоровья союзника м я могу сюда орку свою умную поставить что она еще кастает щит союзнику щит дает атакует ну вообще без урона и благословление а но у нее скорость низкая я думаю против них орка выпустит у него скорость 15 улучшниц 14 то есть он их всех догоняет легко и он будет так быстро бить со своим он такой умный у него на всех скиллах 05 кулдаун кроме пинка пинок 5 секунд был кстати 10 я думаю орк справится можно еще рыцаря поставить у рыцаря скорости вообще нет а у орка слишком мало здоровья окей я думаю что мы сделаем вот так да вопрос в каком порядке их бить но я думаю лучниц надо выносить не жрицу жрицу потом окей орк как тебя зовут кстати дьямон сол зе криплер приоритет вот эту лучницу первой эту второй жрицу последней хотя как у них по здоровью а у нижней меньше здоровья окей и у нее хроническая усталость отлично будем бить лучницу с хронической усталостью а ты при кровотечении ловкость увеличивается 7 силы 7 ловкости а тут 9 силы 6 ловкости ну да у нижней меньше здоровья то есть наоборот вот эту 10 а эту там 5 как нибудь вот так чтобы они сначала не могли стрелять он бьет сюда хотя он впритык то чопой не умеет бить он должен шотнуть ее да у него 170 урон он должен ее чопой шотнуть а потом примется за эту ну-ка давай да он шотнул ее о как он хорош без строит просто сожрал их до изи орг заработал на площадь молодец хороший ворк умный использовал тактику для победы так мы сейчас у нас магазин гладиаторов обновиться и у меня 200 золота есть давайте купим каких-то подешевле бойцов не хочу дорогих покупать все равно мы их теряем постоянно поэтому я давайте покупать будут более дешевых мы попробуем их прокачать я вижу пар ворка погодные эффекты не воздействуют над этого персонажа я вообще не знал что есть погодные эффекты 13 силы 12 ловкости скорость 26 дороге 260 мне нравится этот чувак он стоит 180 давай мне этого ворка мы ему можем сразу щит дать или даже два щита чтобы он покрепче был так хотя этот ворк тоже классный первого уровня у него опыт быстро качается чем нам нужна толпа ворков идея собрать пачку в 4 ворка что такое наверное неплохо было бы какую-нибудь лучницу гладиатор наносит на 50 процентов больше урона благословленным врагам может быть полезно ты что выносливость понижена в начале боя фигня в этого она вампир гладиатор получает 30 процентов бонус к ловкости в начале боя но теряет 2 процента от ловкости каждую секунду 15 секунд бонуса а ты просто базовая ладно не буду пока покупать подождем обновление магазина может что там потом купим нам деньга пришла у нас погода что ли а арена новая создать новые выборы а мы обновляем арену отлично так ну погнали на арену драться один на один я уверен в нашем орке орк чё порубить и у нас есть много зелий для него или варка можно поставить из там лучница орк против орк и у этого указающие амбиции он получает бонус к силе но теряет то есть нам нужно брат ты синий я красный мы не должны сражаться брат я понял все я раскрыл заговор мы все здесь рабы системы подумай брат давай объединим наши усилия орк чё порубить не соглашается с нашим тут битва умный орк или сильный орк кто сильнее он пнул о мой бог баншот изи изи победа свиток золото собрать предметы отлично хороший бой так раз в неделю здесь бой дождем дальше молодец орк орк хороший умный чё порубить побеждать мы ничего построить не можем нет пока нет это зарплата гладиатором но у нас в этот раз есть деньги чемпионат или бандиты на для найма давайте сначала квест сделаем потом чемпионат группа бандитов обратилась ко мне они заинтересовались в участие в гладиаторских играх может быть мы сможем нанять кого-нибудь давайте у бандиты хохо вау прикольный ивент разбойник так что он умеет кидает копьё наносит 132 урона копьё убивавшие противника продолжает полет без потери урона обычная атака совершает режущую атаку ну просто берется их кидает сеть набрасывает на противника сеть которая не позволяет ему двигаться на протяжении 39 секунд а подождите у меня денег нет я могу только мне 140 золота я могу купить в долг мне вот эти лучники нравятся с сетью они стоят как крыло от самолета да у меня тупо не хватает денег ни на кого на 1 вот этого хватает самого дешевого за 60 что он умеет атакует врага причем атакует от ловкости блок щитом это как это как у рыцаря блок от силы так же как у рыцаря и удар щитом ударяет врага щитом наносит 13 урона сбивает с ног а а у рыцаря нет тупой как пробка гелодиатор не получает опыта понятно 150 150 180 а вот 90 но у него нет выносливости там полетен ну мы можем этого чувака за 60 золота взять как бы купи res и продай res и купи хорошего он этот вариант кстати могу пойти в банк так что у меня есть железо по 120 идет офигеть и давайте просто железо продадим теперь у меня есть деньги изи 380 я богат нам нужен самый лучший разбойник самый эксклюзивный самый крутой не обязательно большого уровня но с хорошими там типа статами или что-то такое белка из какой-нибудь хроническая усталость но плохая белка наверное лучник на на одного такого а второго такого комбо бандитов но бонус к ловкости он же стреляет от силы а но точность него от ловкости атака от ловкости а сеть от интеллекта автону а по хорку бы такое белку давайте мне вот этого парня нет тоже плохо а цик�� Я фиг знаю Давайте вот этого наймем За 300, ок Все Галин, Галина Добро пожаловать на ветеринку Сейчас мы подумаем, что с тобой делать У нас сейчас чемпионаты как раз вовремя И чемпионат Я нажал пропустить чемпионат О господи Я думал это начать чемпионат Ок Ладно Следующий квест Распространение слухов Распространение слухов И говорим о том, как церковь Девятых артистов Распространение слухов Распространение слухов Собери своих гладиаторов И пусть они расскажут Как темное искусство церкви мертвых Ответственны за восстание дикой нежити Убери от меня этих проклятых крестьян Эээ... Не глаотеатрская это работа? А? Ну я имею ввиду... 200 золота это 200 золота? А что ты думаешь, что вина виновит некроманта? Церковь мертвых годами занимается темными искусствами Сам творец не знает, что происходит в мрачных покоях Слен, что думаешь? Нельзя отлицать, что дикая няжесть Остается сама по себе после каждого багрового тумана Но уберите меня, если я знаю, что вызывает туманы Они начались 10 лет назад Церковь мертвых была здесь задолго до этого Нет, я не занимаюсь сплетнями Моя честь, гладиаторская, дороже для меня Орк умный, орк подсказал, что сплетня это плохо Тебе не обмануть орка О, выкапывание трупов на ферме Это все намного лучше Мой некромант обнаружил ферму, говоришь, которая когда-то была старым военным кладбищем К сожалению, крестьяне отказываются позволять нам выкапывать их драгоценный урожай Мне нужно, чтобы ты нанес им визит Убить крестьян для того, чтобы выкопать трупы И поднять нежить Даже не знаю Приступаем к работе Месть бабкам Я вижу бабку, я иду мстить У меня новый разбойник Надо бы его потестить Но еще Еще мне бы Варгов выставить Варги могут на бабку быстро напасть Сколько? Я четыре Ну давайте наше комбо Классическое комбо Рыцарь плюс орк И давайте двух варгов на бабку натравим Так, так Так, у тебя Подожди, варг, у тебя предметы На тебе щит, варг И новому варгу тоже мы даем щит И на тебе свиток, который не дает тебя сбить с ног Окей Так, в варге вы, короче, пойдете хавать бабку Вперед Рыцарь и орк Вы начнете Рыцарь первым пойдет вот эту деревенщину бить И орк эту деревенщину А там мы потом разберемся Главное отвлечь их Варги идут с фланга Такие Бабку там Будем косплей красной шапочки делать Кто лежал на моей кровати? Низ той сказки Не важно Погнали Варги идут в атаку О нет Разбила моего орка Варги, живите Ее, варги живы Личная работа Тьфу Оказывается, мои некроманты не так компетентны, как мне хотелось бы верить Дураки Что такое? Оказывается, это было всего лишь кладбище домашних животных Хорошая отсылка А разве вы не скрешаете животных? Шинковы хотят? Нет, мы этого не делаем Почему нет? Продавайте домашних животных нежить Немного расширьте свой бизнес Ганс Почему у нас черепа вытатуриваны на головах? Я имею в виду, ладно бы у нас на фуражках были черепа Но Татуировки черепов на головах Ганс Мы что, злодеи? Кто будет покупать домашних животных нежить? Я куплю Я их куплю И может быть, даже получу с этого прибыли Всех? Да Сейчас покупаем Покупаем Берем Конечно Отлично Я сражусь с вами, как только они будут выкопаны И снова начнут прыгать Отлично Окей, выбрать награду Давай мне золото И Я не знаю Давай мне, наверное, лучше щит, чем меч Кажется, здоровье нужнее, чем сила Новый уровень приюта домашних животных Да Так Окей Орк качнулся Ну, интеллект, я думаю, что хватит Это орк и так самый умный орк В истории Орковечества Давайте теперь Вносливости ему вроде бы в бою хватает Я думаю, что время Качать силу ловку Это то, что нам нужно Или здоровье Силу ловку Здоровье Ну, выносливости По-моему, ему хватало Окей, давайте поровну Короче, силу Ловкость Здоровье Силу Ловкость Ну, больше силу ловкость качал Ну, ладно Пойдет Хороший орк Умный Большой Красивая Так, ну и Слушайте, квесты в этой игре мне нравятся Вообще класс Просто пошли на кладбище О, покупка питомцев зомби Вот они Три дюжины собак, кошек И еще много чего Удачи в продаже Окей 300 золота У меня есть Мы заключили сделку Позволь мне купить их у тебя Бум Бум Ее А где мы Где, собственно, кошки Где кошки, капитан? Эе, кошек нет Ну, ладно Мы их, типа, купили Они как квестовый предмет, наверное Я думаю Я думаю, какой-то ивент Еще будет Все нормально, тят У нас теперь не жить кошки Окей, сейчас мы пойдем на арену Давайте Два на два Сходим Щитовик и лучница Интересно Кто круче, щитовик или орк? Орк умный Я думаю, орка и ворка Хотя можно рыцаря поставить Покачать Как бы Да, у ворка Мы точно ставим Причем, наверное, первого уровня Надо ему левел прокачать Первому уровню Второй Он и так сейчас Достаточно сильный Я поставлю До первого уровня ворка Я думаю, будет нормально Так И мы ему приоритет На лучницу Десять Ну и давайте рыцаря Я думаю, что наш рыцарь Этого чувака запинает Рыцарю десять Приоритет сюда Лучницу один Вот так Так, так, так Играли ли мы в ее демку Или я соло смотрел демку Играли демку Да Год назад играли демку А я думаю, вот это наша копа Ворка Как-нибудь Вот так Погнали Ворк, лови ее Отлично Все, он ее догнал И она не сбежит И наш рыцарь затащит Потому что у него Дофига Это выносливости О, ворк Красавец Просто Молодец Свиток Предметы С тридцать золота Ну, награда Небольшая Ну, ладно И он Провысил уровень Так Ну, воргам И один интеллект Так, конечно Ну, чтобы хоть немножко Плюсик Думал Наверное Им нужна Сила Сила Ловкость Почти поровну Сила чуть сильнее Действует А у ворот От ловкости Возможно Воргу Лучше Качать Чисто Ловку Потому что Это для них Защита И урон И здоровье Например Потому что Воргам Нужно добежать Ловкость Даст Защиту Короче Ловкость И здоровье Я думаю Два в ловкость Теперь у них Блоки Более сильные И И урон Тоже повысился Ну, не так Как от силы Но нормально 30% Идет От ловкости Остальное От силы Ну, и здоровье Немного Чтобы 380 Здоровье Нормальный Такой упор Большой Красивая Так, и сейчас У нас будет турнир Вот теперь Я не пропущу его Окей Теперь мы идем На турнир И сражаемся На турнире Давайте мне Сражение Месть моя Будет страшна Окей Так Три рыцаря И лучница Это зеленый Пиромантка Три бабушки Или Два ворга Две лучницы Ммм Ну Я думаю Что нам нужно Можно на бабушек Пойти У меня ворги Хотя бабушки Страшные На самом деле Не Затащим Да Пиромантка Не проблема Бабушек Ворги Тоже захавают Орг Орг Шотнет Воргов А типа Вот сюда Вы имеете Ввиду А боюсь Что ворги Убьют Моих Воргов Хотя У меня Ворги Типа Прокаченные Но У меня Ворги Посильнее Чем их Ворги Да То есть В теории Мои ворги Бегут На лучниц А рыцарь С орком Бьют Воргов Как то так Окей Давайте Попробуем Этих Я верю В силу Наших Воргов Мы делаем Так Так А своих Воргов Я ставлю Блин Внизу Ставить Ворги Тупые Тут троих Только Можно Выставить О мой Бог Ошибки Были Сделаны Ладно Новый План Так У этого 200 Здоровья Мы Прикрываем Нашего Чувака У тебя 200 Здоровья У тебя 230 У тебя Накопленная Ярость А у тебя Сломанные Ребра Отлично У этой Лучницы Маловыносливости Так Рыцарь Бьешь Этого Ворга Орг Бьешь Этого Ворга Потом Рыцарь Бьешь Этого Ворга Орг Бьешь Этого Ворга Наш Ворг Побежит На эту Лучницу Потом Побежит На эту Лучницу А на Вражеских Воргов Он вообще Забьет Он бежит Амамамамамамамам Делает Потом Бежит Сюда Делает Всех Съедает Все Классно И Потом Ну а потом Наверное Рыцарь С этим С орком Уже Подключится Я думаю Что все Будет Окей Опять же Ворг У нас Прокаченный У него Предметы Одеты Все А ему Еще Можно Щит Один Одеть Отлично Два Щита Супер Щитовик Ворг А Милка Доехала Домой Доехала До дома Наконец Как же Сложно Найти место Для парковки Как там Спайр Прошли Да Прошли И Веджи Пуджо Спасибо тебе Огромное За подписку Новый Боец В Армии Нежити Правда Ты должен был В армию Королей Бобров Пойти Но Бобер Че Не хочет Работать Ладно Ты будешь Енот Спасибо тебе Огромное За оформление Подписки Чувак Добро Пожаловать Спасибо большое За поддержку Да Милк Насчет Слэйз Спайра Там Забег Был Очень Сильный Прям Вообще Спойлеры Если Спайр Не смотрели Кому там Интересно Сам процесс Короче Офигенно Просто Да Очень Сильный Забег Самый Крутой За последнее Время Окей Я верю В наших Ребят Ребят Я верю Погнали Смотрите Ворк бежит И Оп Он Лучницу Поймал Кусь Кусь И побежал Ворк Так Хорош Знаете Сколько Сомнений Было В чате Сплошные Сомнения Все Это Ф Мы Сольем Мы Проиграем Ворка Убьют Ворка Убьют Всех Убьют Изи Супер Изи Знаете Что Я вижу Лучницу Четыре Артова Уровня И Не Напуган Я Иду На На Ней У 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 уровня сильно стреляет я ей не спорю но мы ставим рыцаря мы ставим орка рыцарь пойдет на эти бабушек двух садеб лучица и три бабушки как можно ближе рыцаря бабушек много здоровья блин и два ворга и мы этих воргов хотим чтобы они вот так снизу побежали вместе так вот приоритет сюда 10 там дальше разберетесь тебе сюда 10 приоритет на лучницу орку приоритет на эту бабушку задача связать как можно больше врагов боем у рыцаря приоритет сюда и ворков вот здесь приоритет снять надо вообще пока им главное до лучницы добраться так что ты хватит ездить так 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 вот как то вот так вот я думаю это норм я думаю рыцарь выдержит крепкий а ворка можно еще свитки дать чтобы их с ног не сбили все погнали я верю оп они до лучницы добрались ой мой орк но это же был самый умный орк они просто убили его как гады мой орк я его растил он был мне как брат был такой умный эф-эф чат за орка вот так вот блин фигово быть умным в этой жизни лучше быть глупым и сильным чем умным откачал бы он себе здоровье вот и вышел бы ту рыцаря теперь травма те же он себе будет качать хп тысячу здоровья сделаю рыцарю чтобы вы никогда не убили ворку ворку мы будем 3 в ловкость 2 в здоровье горе от ума да ну все я теперь буду охотиться на бабушек специально погнали думаю выиграли бой ну какой ценой какой ценой чуваки в атаку просто ешьте их всех там толпой не стоит стоять кто там типа массу рон ты ворк ешь эту бабушку ты рыцарь ешь эту бабушку ты ворк ешь вот эту охота на бабушек звучит страшно тут бабушки такие они моего орка убили тут это не те бабушки которые пирожочки готовят это те бабушки которые готовят из орков фарш вот 4 бабушки 4 бабушки это эпический бой 4 бабушки считаются сильнее чем 3 рыцаря чем 3 2 рыцаря и огненный маг круто так что бабушки этого мне это вот они какие чё творят у нас есть рыцари 2 ворка ворки должны добраться до бабушек на задняя линия что ты ворк сюда бежишь ты ворк сюда бежишь рыцарь впереди без разницы давай двойной вот эту нападай и нам нужен еще один боец можно разбойника выставить попробовать и разбойник ты попробуешь устроить перестрелку с этой бабушкой вот так вчетвером и давайте ворком я дам банки на ловкость тебе банку на ловкость и тебе банку на ловкость все погнали хорош а бабушка выиграла перестрелку бабушка победила раз бабушка второго уровня победила разбойника четвертого уровня в перестрелке она его просто уничтожила но он был четвертого уровня и он черт возьми разбойник как он хоть кто его тренировал то бесполезный знаешь что сам виноват рыцарь шестой шестой рыцарь и 32 орка третьего полина вот был бы мой орг здесь мой большой умный орг можно пятерых выставить фиг на мне кажется что мои ворки съедят этих орков тут кстати все вот такие ближнебойные я могу просто всех выставить я верю мы я думаю мы затащим короче задача будет такая во первых мы стоим подальше потому что у нас есть стрелок а хотя тогда у меня ворки рванут вперед сдохнут я рыцаря своего нужно ставить там ставим двух рыцарей причем вот этот рыцарь он будет простите вак и короче назначаешься жертвой а ворков я вот так по флангам поставлю не нифига кто из этих орков сильнее сильнее тот что внизу но у него здоровья больше и мы сделаем full фокус билд короче ворк будет бить этого орка ворк будет быть этого орка рыцарь бьет сюда потом потом лучница стреляет этого орка потом этого орка а рыцаря будут все в последнюю очередь бить потому что он танк ты чувак я тебе ну ладно эти тоже приоритет поставлю но особо не надеюсь и у нас осталось одно зелье на выносливость ну давайте его я не знаю нашему рыцарю дадим так кей бум 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 мы выносим орка третьего уровня потом бум 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 второго орка потом бум 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 третьего орка а и оркам не дать рубить чопа их стать ним впритык все погнали ворк не рубить чопа о отлично ворги на него напали не давали ему рубить дальний бой отлично хорошая победа имею дуэритер первого уровня помер отлично лучница даже победила молодец лучница молодец на тебе ловкость радуйся и ворк четвертого уровня какой красавец так мы планировали качать ловкость и здоровье например там 3 в ловкость 2 в здоровье или наоборот что ловкость и урон дает и этот и защиту ему а еще один бой три орка и лучница легко мы только что сделали то же самое рыцарь идет вперед он танкует причем вот здесь танкует и нападает на орка первого уровня первым эти двое на него аграются такого тем временем наши ворги делают обходной маневр ворки вместе идут на лучницу этого чувака не бьют этого не бьют этого не бьют после того как рыцарь закончишь здесь нападай на вот этого парня на лучницу забей тебе не понадобится так 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 наша лучница тот же порядок сюда 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 на лучницу забей ворги разберутся а потом ворги вернуться и всех будут грызть а верю погнали рыцарь давай о хорош ворги справились с лучницей едят орка отлично ворги так хороши ворги кстати еще и орков контрят потому что они подбегают впритык а вот впритык тёпой не может рубить он дерется сдалека 6 фиол наград 830 золото 155 камня сколько и огненные клинки повышают урон атаки ближнего боя против горящих целей на 45 процентов не очень полезно но блин перман то если нанять вообще класс будет какой ценой сною орка если бы я знал что морка потеряем мы бы не стали этого делать окей мы бы не стали этого делать но на 1300 золота мы нового орка купим и сейчас я ворга прокачаю давайте теперь 3 в здоровье 2 в ловкость вот так о план для продажи питомцев зомби так что же нам делать со всеми этими питомцы купцами нежитью бегающими по нашей гильдии так мы потратим дерево камень и золото чтобы построить зоомагазин нежити окей нам нужно 60 дерево идем банк покупаем дерево так 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 у нас есть деньги у нас есть деньги мы построим за строим зоомагазин нежити или оставим их себе отдадим хорошие руки да пристрой давайте открываем зоомагазин строим магазин стартап стартап так это но это отличный план зомби кошки парень ты хочешь вложить еще больше в этом дело я знаю что делаю слэм не сомневайся это называется стартап ты ничего не понимаешь в бизнесе антропренер я это не занятая ниша на рынке ладно ты здесь босс хорошие деловое предприятие вот увидишь слушайте квесты в этой игре вообще просто огонь очень-очень круто есть ли такие какие-нибудь интересные подобные игры на телефон хороший вопрос потому что вот такой стилистикой ты на телефоне очень много увидишь похожего но они будут я не знаю если что к нам столько хорошие потому что обычно это гринделки и не уверен что они такие интересные будут точнее я уверен что они не будут так хороши они выглядеть будут очень похоже на телефоне все не даже там даже проблема не в поэтому не могу ничего посоветовать может чат что не подскажет хорошее вот похоже на гладиаторов поэтому только если чат подскажет я и я даже не могу ничего такого не знаю этот игрушка кайф вообще кайф игра и особенно вот эти сюжетные вставки они очень хорошо сделаны так что кайф квесты вообще пушка да мы такого нет я такого нигде не видел в подобных играх но он в те или в те или квесты ну там другой уровень там не обсуждается да здесь прямо проработанности один квест дополняет другой они идут за один за одним и разные решения можно принимать оказалось бы у тебя просто казалось бы кликер плага про гладиаторов очень очень круто ну хотя бы в теле такого нет в оригинале особо там просто ивент и клик клик и все так что да игрушка очень хорошая что у нас сегодня весь график сбился не пойдем строить бизнес я думаю что надо пойти хоть чуть-чуть бизнеса построить я думаю хороший момент для того чтобы на сегодня закончить да мы в бизнес кому же намного быстрее играем в последнее время ну то что я уже примерно понял как он работает так как нам тут сохраниться надеюсь она меня нормально сохраняет то что ну по идее сохранилась короче гладиаторы вообще огромный палец вверх я честно говоря не ожидал короче не ожидал что гладиаторы будет джебейт я честно скажу что когда я вот после той демки когда я вот сейчас устанавливал себе ранний доступ гладиаторов я думал будет джебейт я думал будет ловушка и нам подсунут ту же демку только чуть-чуть переделана ну типа нифига игра очень сильно изменилась и главное вот это добавление квестов прям вообще кайф это то что нужно такой игре чтобы в нее не скучно было сидеть и и чтобы между боями у тебя было и были интересные события я короче в восторге слишком много хороших игр что выходит последнее время когда у нас плохие игры на стриме будет чуть такое